Добрый вечер! В эфире программа «Кандидаты». Сегодня мое приглашение принял кандидат от партии социалистов по национальному округу и по одномандатному округу номер 51. Это Северная Америка, США и Канада. Добрый вечер, господин Вартанян. Добрый вечер. Как настроение в последний день компании? В последнюю неделю компании? В последнюю неделю компании. Но настроение такое, рабочее. Сегодня у меня были пресс-конференции и дебаты. Хорошее рабочее настроение. Тяжело, но не привыкать. Не привыкать. А как настроение в Соединенных Штатах? Как проводится там компания? Вы же все-таки там у нас кандидат. Компания там проводится нормально, но не совсем. Потому что две недели назад, позапрошлую пятницу, решение ЦИКа перевернуло все мои планы. Я собирался в прошлый понедельник уже быть в Штатах. И в пятницу, когда появилось это решение ЦИКа, мы вышли на протест. Для наших зрителей объясните, как вы видите? Решение ЦИКа о том, что якобы президент вмешивается в избирательную кампанию. И плюс есть целый ряд запросов от различных партий, начиная от Дарина Киртуака, заканчивая Шором. И коммунистами с требованием снять партию социалистов с выборов. Учитывая печальный опыт, который есть у нашей страны, когда любую партию могут снять с выборов за два дня до выборов. Учитывая печальный опыт невалидации мандата кишиневских выборов, мы понимаем, что в любой день это может произойти. И поэтому я принял решение остаться, не ехать в Америку, остаться здесь, быть рядом со своими товарищами и с людьми. Потому что, если это произойдет, очевидно, что придется всей страной выходить на протест, на улицу. И для меня это было тяжелое решение с точки зрения кампании, потому что действительно я хотел хоть как-то пообщаться с людьми, которые живут там. Потому что, ну, все равно общение один на один. Хотя я понимаю, что я вижу, с других встреч, конечно, больших там встреч не получится, потому что все живут в разных городах и нет времени. Но, тем не менее, хотя бы энное количество людей, сколько городов я успел бы проехать за две недели. И плюс у меня было до этого, у меня был большой объем работы по моей работе партийной, связанной с идеологией. И поэтому, к сожалению, вот так на мою кампанию я оставил последние две недели, и вот такое бах получилось. Я говорю это действительно с грустью, потому что хотелось... Но ваши конкуренты по 51 округу работают именно там, на месте? Ну, работают хорошо, пусть работают. Вы даже, по-моему, комментировали как-то одного из них. Я комментировал разных, кого именно, вы скажите, кого я... Господин Гелецкий там проводил встречи. Ну, слушайте, господин Гелецкий, мы понимаем, я, насколько я знаю, во-первых, у него там семья живет. Насколько я знаю, но это не важно. Но господин Гелецкий, мы считаем, я считаю, и все считают, и правый, и левый, практически все, кроме властей, считают, что господин Гелецкий – это не независимый кандидат, а кандидат власти, для которого создали все благоприятные условия, открыли избирательные участки при церквях и при христианских центрах. При всем моем уважении, я сам являюсь христианином, и я уважаю господина Гелецкого как священника, как пастыря, как человека, который проповедует Слово Божие, но как политика, конечно, уважения к нему намного меньше, потому что я считаю, что он такой же заучастник всех тех, назовем их, преступных решений парламентских, которые в том числе привели, например, каждый миллиард. Тот ряд законов, которые был принят для того, чтобы произвести все эти махинации. Поэтому, ну, окей, пусть проводят. Это его право. Ну, вот хорошо, когда говорят о наших гражданах, проживающих, допустим, в Италии, Испании, Португалии, диаспоре, которые работают на определенной работе, они свободны в своем волеизъявлении, там европейские законы. Когда говорят о тех, кто работает, допустим, в Российской Федерации, там говорят, что больше зависимость можно надавить, уговорить, как-то голосовать. Но в Соединенных Штатах, где, казалось бы, оплот демократии, где уж точно каждый волен делать свой выбор, каким образом власти могут повлиять на то, за кого голосовать? А дело в том, что, смотрите, большое количество людей, живущих в Соединенных Штатах, как граждан Молдовы, зарегистрировалось через онлайн-платформу Центральной избиральной комиссии. К примеру, в Денвере, насколько я помню, по-моему, 333 регистрации. А в Эшвале, где открыли участок, по-моему, 4 или 5 или 7. Так вот, в Денвере не открыли участок, а в Эшвале открыли. А почему? Потому что в Эшвале открыли рядом или при церкви. Тут, понимаете, не вопрос влияния, а вопрос того, что ты создаешь условия, при которых один человек, для него создаются тепличные условия. Потому что очевидно, что господин Гелецкий является епископом Баптистской церкви. Если участки открыты при церквях, очевидно, что люди, которые идут в воскресенье на службу, христиане, очевидно, что им предложат и проголосовать за одного из кандидатов. И один из них – баптистский епископ. Ну и что, им могут предложить все, что угодно. А вы, когда выдвигались кандидатом, вы на чью поддержку рассчитывали? Я так тонко вас прошу сейчас. Подождите, подождите. Мы говорим про Гелецкого или про меня? Мы говорим про Гелецкого. Вы же в программе кандидат, вы на чью поддержку там рассчитывали? Разве не на лобби? Если мы договорились с вами, что господин Гелецкий является ставленником демократической партии, мы идем дальше. Нет, это вы-то говорите. Со мной вы не можете договориться, потому что я не имею права никого считать тем или иным ставленником. Если я договорился до того, что господин Гелецкий, который последние несколько лет сидит по левую руку от господина Канду, является ставленником господина Канду и демократической партии, то давайте наставим на эту точку. Теперь, что касается меня. Я 6 лет прожил в Соединенных Штатах. Я знаю, через что проходит каждый гражданин Штатов и Канады, и молдавский гражданин, который живет там. Начиная от того, что ты приезжаешь в новую страну, когда ты никого не знаешь, когда тебе приходится строить жизнь по-новому, и заканчивая тем периодом, когда где-то через год-полтора у тебя начинает наступать настоящая ностальгия по родным местам, по родной стране, по Молдове и по твоему родному. У меня вся семья была здесь, осталась здесь, я поехал туда один. И я вернулся сюда. Когда я начал заниматься общественной деятельностью в 2011 году, моим объектом о общественной деятельности были незаконные строительства в Кишиневе. Я вот с этого начал. Постепенно я влился в команду партии социалистов, и так получилось. С 2013 по 2015 год я был 2 года помощником депутата, и потом меня избрали в муниципальный совет. Вся моя деятельность в муниципальном совете и все мои инициативы касались исключительно того, чтобы как можно, по возможности, исходя из того, что мы были в апплисационной партии, по возможности внедрить максимальное количество инициатив, которые направлены на транспарентность, открытость, борьбу с коррупцией, и все те вещи, которые мне нравились, когда я жил в Соединенных Штатах. Я считаю, что действительно, то, как работают госуслуги в Штатах, это очень хороший пример, как можно их внедрить здесь, как и нужно их внедрить здесь. И ничего в этом сложного нет. Сегодня была моя пресс-конференция, моя и моего коллеги Никита Сушканова относительно как раз электронных государственных услуг. И я дал несколько примеров, может быть, мы еще остановимся, о том, что наши инициативы по внедрению этих электронных услуг, что-то прошло, что-то не прошло, какие-то вещи прошли, теперь они понимают, что это прекращает им какие-то возможности для коррумпирования, коррумпированных сделок. Они сейчас пытаются их откатить обратно. Так вот, я считаю, что моя задача – это постараться, если меня изберут от 51-го округа, постараться внедрить здесь, в Молдове, в том числе многие вещи, к которым привыкли жители и граждане Молдовы, живущие в Соединенных Штатах. Это с одной стороны. Если говорить о диаспоре в целом, то давайте в двух словах расскажем, что такое диаспора. Какие проблемы диаспоры? Первая, самая большая проблема – это отток населения. Откуда появляется диаспора? Там 106 человек каждый год. Вторая проблема – это если человек поехал туда, он собирается вернуться. Как сделать так, чтобы он вернулся? Тоже с диаспорой связано. И первая и вторая проблема – в принципе связаны с внутренней политикой Молдовы. Коррупция. Это вы меня так долго отвечаете на вопрос, на чьи голоса вы рассчитываете? Я подвожу к третьему вопросу, потому что в Америке живут те люди, в основном, которые в большинстве случаев не вернутся. А вот об этом и речь. Я к этому подвожу. То есть второй момент – это те, как их вернуть, как людей вернуть. Их можно вернуть. Очевидно, что они должны возвращаться в государство, которое хоть как-то похоже на то, к которому они уже привыкли жить. Особенно, если это речь о разных государствах, которые имеют хорошее экономическое положение и так далее. К сожалению, у нас государство не такое. И в последнее время, последние 10 лет, да и вообще в целом 27 лет нам не удалось построить государство, которое может быть, если человек поехал, пожил в Великобритании, например, 5-7 лет, чтобы вернулся обратно в Молдову, я не думаю, что его вообще что-то привлечет. Даже если он инвестор. К сожалению, у нас инвестиции из-за того, что из-за нашей судебной системы, из-за многих проблем, не очень-то хорошо пока еще идут. И третий момент, и тоже очень важный, это для той диаспоры, что государство может предложить для той диаспоры, которая уехала навсегда, либо на очень долгое время. В США и Канаду обычно люди уезжают навсегда. Они порывают нас страной. Первое, что я считаю, и я это по своему опыту, я видел тех людей, граждан Молдовы, которые уехали туда, многие, когда уезжают отсюда, они хотят забыть о том, что вот они здесь жили и все. То есть многие злые на это государство, что-то им не понравилось здесь. Те, с кем я там общалась, они, хочу вам сказать, даже в магазинах ищут молдавские продукты. Часть, часть, ну не многие, часть, часть. Другая часть действительно у них в ностальгии. Я знаю, что одна из вещей, которые хотелось бы тем людям, которые живут за границей, это чтобы они гордились нашей страной. Это первое. Два, они хотят получать хорошие, качественные государственные услуги. Начиная от паспортов, заканчивая в том числе электронным голосованием. Потому что, к сожалению, наше государство вспоминает о диаспоре только перед выборами. И между выборами никто о ней не вспоминает. И вся эта ситуация с этими участками каждый раз, вот каждый раз, первый класс. Практически очень мало участков для России. Не хватает бюллетеней там, не хватает. Да, мы после последних выборов президента Евдадон, ну тогда еще, да, представитель партии Евдадон, сказал, что, предложил, чтобы увеличили количество участков, не только в России, но вообще, плюс увеличили количество бюллетеней. Сейчас, кстати, увеличили, не ввязали, количество бюллетеней до 5 тысяч. Это хорошо. Хотя бы хоть какие-то подвижки. В том числе, в том числе, части смешанной системы, она дает для диаспоры отдельные мандаты в парламенте. Их мало. Демократы всего лишь разрешили 3. Потому что у них было большинство. Но вы же поддержали голосование. Нет, нет. Но вы же голосовали. Мы голосовали за принцип. А количество мы хотели намного больше. Но демократы сделали внутреннюю комиссию, в которой абсолютно большинство там было... Но вы же могли не проголосовать тогда? Нет, мы могли не проголосовать в комиссии. Мы не проголосовали. Но президент не промальгирует. Нет, подождите. Сама смешанная система, в ней есть хорошие зерна, и которые представляют целый ряд преимуществ. Давайте не от смешанной системы. Мы не с вами спорили неоднократно. Теперь, что я предлагаю, как из простых вещей. Очень простые вещи. Я понимаю, что учитывая то, что я, собственно говоря, русскоязычный, не молдаванин. И представлять молдавскую диаспору в Америке и в Канаде, может быть, кому-то покажется немножко глупостью. Я считаю, что... Ну, скажешь, ну вот что это такое, что не нашлось молдаванина. Вы гражданин Республики Молдовы со всеми правами. Все остальное, я считаю, упал. Теперь, что я предлагаю. Я хотел бы, чтобы диаспорой занимались молдавские государства на постоянной основе. Я хочу, чтобы действительно какая-то институциональная основа была-была. А у нас нет сейчас ее? Ну, совет, бюро диаспор, бюро, оно как-то очень... Никто его не видит, не слышит. В том числе на уровне парламента. Значит, первое. Нам нужно увеличить количество мандатов для диаспоры. Второе. Нам нужно попробовать создать официальный либо совет, либо комиссию при парламенте по диаспоре. Куда сама диаспора может делегировать своих людей, те, кто хочет работать в этом направлении. Я готов сделать все возможное, чтобы этот совет был создан. При участии всех фракций партии, в этом отношении я предложу, если кто-то другие захотят, давайте вместе создадим. Я не хочу, я не претендую на председателя этой комиссии. Пусть делегируют люди в европейской диаспоре, в городах, в странах, в Америке, в Канаде. Я хочу создать механизм. Я хочу продвигать электронные голосования. Я хочу продвигать электронные услуги для людей, которые живут в том числе в Америке и в Канаде. Потому что они далеко, им тяжело приезжать сюда и так далее. Это простые вещи, которые я предлагаю. Исходя из моего бэкграунда, то, что я делал уже в муниципальном совете, я считаю, что мне в какой-то степени, мне можно верить, что я это буду продвигать, потому что я подобные вещи делаю на уровне муниципалитета. Но это делал я для кишиневцев, потому что меня избрали кишиневцы, и я пытался это продвинуть на уровне муниципалитета. Здесь немножко другое. Я понимаю, что совсем другой охват, другие задачи. Я в последнее время, честно говоря, привык стараться концентрироваться на тех проблемах, которые волнуют той группы населения, которую мне волей судьбы приходится представлять. Потому что кроме муниципального совета, я еще являюсь представителем армянской общины. И когда меня избирали представителем армянской общины, я также и сказал, что у нас в общине армянской поддерживают разные партии, есть разные люди. Я сказал, что, дорогие друзья, когда меня избирали, перед тем, как было голосование, я сказал, что я не собираюсь продвигать партию социалистов среди армян. Потому что я считаю, что каждый из вас имеет право голосовать за ту или другую партию и так далее, имеет политические предпочтения. Но я собираюсь оставить интересы в том числе и армян, проживающих в Молдове. И для меня, что потребуется в легальном поле, чтобы продвигать, в хорошем смысле это слово, лоббировать какие-то проекты армянские и какое-то культурное сотрудничество, я буду обращаться ко всем партиям, ко всем силам. Один из проектов, к примеру, памятник на улице Бугрешного. То есть я к чему говорю, что для меня я знаю, что такое представляет интересы той или иной группы. Если волей и судьбой получится, что меня изберут в том числе и по 51 округу, я готов слушать, слышать и продвигать интересы группы. Даже если какие-то люди, часть граждан нашей Молдовы, которые живут в США и в Канаде, понятно, что она большая часть, она проевропейски настроена, они голосовали за Майю Санду. Я это все понимаю, я осознаю это. Но я готов слушать их предложения. И логично, они уехали на запад, а не на восток, поэтому логично, что они за другие немножко ценности выступают. Вы два раза повторили наш лозунг. Это логично. Один из лозунгов. Это было бесплатно, что самое важное. Давайте, знаете что, давайте разбираться. Давайте. Не смешалось ли у нас как и с понятием правый и левый в кучу кони-люди, как писал классик, да? И если у нас действительно диаспора, потому что мы же понимаем, что такое диаспора все, да? Это люди одной национальности, проживающие, компактные, представляющиеся в одном сообществе, культурном, национальном и все остальное. А у нас, если мы говорим о востоке, там у нас диаспора или люди туда ездят на заработки? Если мы говорим об Италии, Испании, Португалии, наши люди там диаспора, там действительно есть оформленные сообщества проживания? Или все-таки туда наши люди по большинству едут временно, да, это временно продлевается на годы, да, но это временно. Они все равно планируют многие возвращаться назад. Смотрите, я не могу говорить за всех, за все диаспоры, потому что диаспора разная. И, как я и говорил, наверное, можно разделить на три вида диаспоры, более-менее глобальные. То есть та, которая уезжает на заработки, что-то поработать и привезти какую-то энную сумму денег и вернуться обратно. Только вы до сих пор называли гастарбайтерами. Да, но я не хотел бы использовать за слово, потому что оно немножко такое уничижительное. Я говорю, до сих пор называли. Да, которые, к сожалению, это государство не предоставило возможность заработать здесь, но им нужно кормить свои семьи. Вторая часть – это люди, которые поехали попробовать себя, попробовать все-таки остаться. И таких, наверное, больше, чем те, которые поехали на временные заработки. Если говорить о Америке и Канаде, США и Канаде, конечно же, я думаю, в большинстве случаев все-таки это люди, которые уехали навсегда, уже переехали. И очевидно, что, как и любая группа людей, которые с одной стороны, они хотят вместе проводить мероприятия, они хотят сохранять ту культуру, любовь к традициям, язык, передавать их своим детям. Для них, конечно же, там уже, там они должны как бы зауперовываться и создавать это все на месте. Теперь, что касается отношения Молдовы с теми людьми, которые живут там. Молдова и власти Молдовы, кто бы это ни был, коммунисты или правы, или до этого кто были, они, как говорится, по горло обязаны диаспоре из-за тех переводов, которые каждый год миллиардами приходят сюда. Это как бы первый постулат. Второй постулат, и, кстати, я несколько комментариев видел в группах по Америке и Канаде, люди пишут, что там, потому что друг друга обвиняют эти кандидаты, независимо обвиняют Алайбу, Гелецкого, те отвечают ему, у одного независимо какое-то уголовное дело в молодости, он обвиняет Гелецкого, Гелецкого обвиняют, что что мне от тебя уголовник, и так далее. То есть, это там вот такой, как говорят в народе, если можно такое слово, срач. Мы в прямом эфире, я напоминаю. Извините, пожалуйста. Я не хочу в это влезать, потому что я понимаю, для меня, я не хочу даже и независимых особо трогать, потому что для меня просто понятно, что и Гелецкий, и Алайба, два моих самых больших контркандидата основных, они представители прошлой власти. И то, что они могли сделать для диаспоры за 10 лет, они так и не сделали. Так вот, в комментариях, в социальных сетях люди пишут, слушайте, ну вы уже достались своей политикой, вот то, что вы говорите. Уже разберитесь у вас в Молдове, мы как-то здесь разберемся, да, в Америке, мы уже здесь, у нас все нормально. Что вы сделаете для бабушек, дедушек, для тех людей, которые остались, для граждан Молдовы, которые, что происходит с Молдовой. И здесь есть небольшое рациональное зерно. Потому что есть какой-то лимит, до которого Молдова, как государство, может помочь диаспоре, помогать диаспоре. Дальше, в принципе, то, что Молдову может предложить человеку, уже он уехал, он уже там зарабатывает, он уже устроился, у него своя новая жизнь. И то, что он видит в соцсетях, в новостях, он переживает, но тем не менее, он уже свою жизнь связал с новой страной. И поэтому я думаю, что все-таки задача, конечно, задача парламентариев, любых всего парламентского корпуса, это создать правительство, которое поднимет уровень жизни страны. Потому что при поднятии уровня жизни страны и диаспора почувствует себя лучше. Это и услуги, это и возможность возвращаться, инвестировать, и гордость, и так далее. Это все, что я говорил. И поэтому на ваш вопрос, есть ли диаспора, да, есть. Очевидно, что какие-то политические силы, преимущественно правого толка, давайте говорить вещи своими именами, они используют диаспору в основном в своих политических целях перед выборами. Вы имеете в виду сейчас западная, а восточная, по-моему, наоборот. Это вот чина ваша? Да, но, одно но, одно но, одно но. Как раз мы, между выборами, мы занимались именно восточной, в том числе и восточной диаспорте, потому что там их, а, больше всех, и, б, очень большие проблемы, связанные с запретами и с экспортом, ну, в основном с запретами и с их возможностью работать. Плохо, хорошо, хочется, не хочется, но так получилось, что наш формально-неформальный лидер мог договориться с российским руководством. Вот давайте о российском руководстве и взаимоотношениях с Россией чуть-чуть позже, и о том, как вы планируете поднимать уровень жизни в Молдове, чтобы сделать привлекательным для возвращения нашей диаспоры в страну. А сейчас у меня такой вопрос, вот вы чуть раньше говорили, в самом начале программы, о том, что вам очень понравилось, как работают государственные структуры в США. Да. Но вы являетесь членом партии социалистов, которая выступает здесь за сближение с Российской Федерацией, вступление в Евразийский Союз, только чуть-чуть другие. Стоп, вы не видите противоречия? Да, вы не читали, наверное, нашу программу. Значит, первое. Она у меня вот здесь, я ее прочитала уже несколько раз. Значит, сближение в Евразийском Союзе мы в первую очередь рассматриваем в экономическом плане, потому что в экономическом плане нам очень нужен рынок России, который рынок одной, там, Подмосковья может поглотить всю молдавскую продукцию. Это А, первое. Молдавская продукция, которая может идти в Россию просто безмерными количествами, это огромное количество рабочих мест, особенно в целых регионах Молдовы. Это первое. Второе. Та политика, однобокая внешняя политика, которую вела молдавская власть в последние 10 лет, и особенно последние 3-4-5-6 лет, когда уже власть осталась из трех партий, из одной партии, привела, к сожалению, к международной изоляции. Я считаю, что это международная изоляция. Один простой пример. У нас просто заморожено все финансирование. Ноль приходит из Европы. С Европой плохие отношения. С Россией у демократической партии, у этой власти отвратительные отношения. С Америкой холодные отношения. Это два. Мы и партия социалистов, и президент, а партия социалистов, напомню вам, является пропрезидентской партией, выступаем за сбалансированную политику. И президент прямо сказал, что, ребят, нам не нравятся кое-какие вещи экономического плана договора в ассоциации. Нам нравится безвизовый режим. Нам нравятся инвестиции, которые приходят из Европы. Нам нравятся некоторые практики, в том числе борьбы с коррупцией, и некоторых реформ, которые приходят в том числе из Европы. И это то, что я подтвердил, то, что мне нравится, как многие вещи работают, именно какие механизмы работают в Соединенных Штатах так, как я их видел на своем опыте. Ты открываешь какой-то небольшой бизнес, как работает банковская система и так далее. Нет вот этих всех проволочек. Проценты банковские. Проценты банковские. Все, все, все. Доступ к кредитованию и так далее. Просто понимаете, Лилий, вот последние несколько лет для наших политических оппонентов, наши некоторые крупные политические оппоненты строились всю свою политическую повестку на том, чтобы демонизировать партию социалистов. Чтобы сделать из нее такую страшилку и пугалку, которую использовали в том числе и на переговорах с западными партнерами, и в посольствах западных стран. К сожалению. И поэтому хочется все-таки, чтобы люди побольше все-таки открывали глаза и видели, что не велись на вот это искаженное восприятие социалистов и той команды, которая идет сегодня в парламент. Молдова не может... У нас страна разделена на двое. Часть половины смотрит в сторону Запада, часть в сторону Востока. И невозможно, невозможно никакими административными мерами, невозможно никаким внесением в Конституцию, прямо вот так. Невозможно заставить людей отказаться от своих предпочтений. Мы обречены на то, чтобы строить государство, которое воплотит в себя эти два вектора каким-то образом. Да, это сложно. Да, сейчас идет геополитическая война. И Молдова, к сожалению, находится прямо в самом центре. Гуще событий. Но есть примеры, где политика ИИ, а не ИЛИ-ИЛИ, худо-бедно работает. Я это уже говорил, вы знаете, как примеры. Вы считаете, что вы проводите политику ИИ? Послушайте последние все заявления господина президента, который поехал именно в том числе и в Мюнхен. Слушайте, но у вас заявление предупредил ЦИКЗа. Они считают, что президент вмешивается в предвыборную кампанию. Я вот с вами разговариваю с кандидатом, и вы мне приводите пример, послушайте заявление президента. Я вас спрашиваю про партию социалистов. Мы являемся про президентской кампании. То, что мы поддерживаем президента, это не нарушение. Нарушение, если президент поддерживает нас. А то, что мы надеемся президентом, нам никто не может заткнуть в рот. Это раз. Два. Президент поехал в Мюнхен, в том числе, чтобы встречаться с лидерами европейских государств. И я уверен, что были там куларные встречи. Не хочу раскрывать скобки. Но он четко написал на Фейсбуке, вы наверняка видели, что он написал, что политика ИИ, она может работать. Просто те, кто боятся, что они потеряют всю власть, а также те, кто хотят вернуть себе власть, это правый блок ОКУ, делают все возможное, чтобы демонизировать и сделать из партии социалистов какого-то страшного. А давайте о политике ИИ. Мы с вами продолжим после рекламы. Реклама на 21 канале. Оставайтесь с нами, она прилетит незаметно. Мы вернулись в студию, напоминая, что сегодня у меня в программе кандидат от партии социалистов Гайя Квартанян. Квейм Квартанян, вот мы с вами шли на рекламу на политике ИИ. Вместо политики ИИ-Или. И вот тут я хочу вам зачитать цитату, один из комментариев Александра Муравского, который прокомментировал заявление бывшего посла в Молдове, нынче посла Российской Федерации в Румынии, где он говорит о том, что ЕС ни в одном документе не говорит о том, что ставят нас перед выбором. Или торгуйте с ЕС, или с другими. Более того, ЕС многократно подчеркивал, что соглашение об ассоциации, главной частью которого является соглашение о свободной торговле, не противоречит соглашению о свободной торговле стран СНГ. Противоречие возникает только в случае членства в таможенном союзе или в Европейском экономическом союзе, поскольку это предполагает другие беспошлиную торговлю, другие стандарты и прочее. Однако Россия подменила понятие, самостоятельно определила несовместимость соглашения об ассоциации с ЕС и соглашения о свободной торговле стран СНГ. И в одностороннем порядке ввела сначала эмбарго, а потом таможенную и пошлину на молдавские товары, тем самым нарушив условия соглашения о свободной торговле стран СНГ, членом которого продолжает являться и Республика Молдова, и Российская Федерация. Вы не согласны здесь? Я не согласен по нескольким причинам. Первое, господин Муравский не указал, что... Во-первых, ему нужно было бы почитать договор об ассоциации и посмотреть наши квоты по поводу того, что ЕС... Здесь есть комментарии по квотам, мы их не добираем. Мы их не добираем, но... Мы не добираем, потому что наш товар не соответствует. Но это проблема... Нет, подождите, подождите, подождите. Понимаете, каждый экономический союз может поставить свои барьеры, да? И квоты, и их сертификация – это своеобразный барьер. Потому что я не думаю, что наши яблоки намного хуже польских. Просто Польше надо куда-то сбывать свои яблоки. И наши яблоки не пускают в Европу. А Россия может наши яблоки все просто поглотить, даже не заметить. Вот и все. Но при этом вы не считаете, что в ней выполняется часть экономического соглашения стран СНГ, в том числе возможность наша, свободная, возить свои товары? Понятно, да. Свободная, да, но это наши товары. А если через нас будет проходить реэкспорт из Европы, то это уже нарушение договора. Но разве к документам не видно, чьи это товары? Документы, не документы. Когда вы входите в зону свободы торговли и с одной страной, и вы находитесь в зоне свободы с другой страной, но у них нет между собой договора, вы автоматически, это простая логическая цепочка, вы автоматически позволяете товарам ходить между друг другом. Хотя так не должно быть, потому что нет у них между собой того договора, который есть у каждой страны с каждой. И в этом, кстати, у Молдовы уникальная геополитическая возможность использовать эту ситуацию, когда в том числе и российские инвесторы готовы инвестировать огромные суммы деньги сюда, в производство, чтобы производить здесь и выходить на европейский рынок. Это вопрос о том, как в том числе можно развивать экономику. И вопрос о Молдороссийском бизнес-форуме, где были на сотни миллионов договоры. У нас уже, по-моему, во времена правильня по КРМ, у нас уже был один наплыв российских инвесторов, если я не ошибаюсь. В том числе довольно приличная часть винозаводов тогда получила новых хозяев. Или открылись новые, я не помню точно, уже давно это было. Но сам факт того, что это не помешало нам потом получить винное эмбарго и все остальное. Винное эмбарго получили из-за недальновидной политической деятельности нашего бывшего на тот момент президента. Мы это все прекрасно знаем. Я не хочу возвращаться, потому что... Хорошо, мы не будем к этому возвращаться. Я это к тому, что привлечение инвесторов из России не является гарантией хороших взаимоотношений с Российской Федерацией. Для Республики Молдова. И в том числе не является гарантией того, что наши товары будут свободно идти на их рынок. Гарантией отношений с любой страной является то, как ты себя позиционируешь и какие ты действия делаешь по отношению к любой стране. Если страна делает те шаги, которые делала в последнее время, особенно последние параллель демократической партии, начинает высылки дипломатов, закрытие телеканалов, ноды протеста. Буквально сегодня или вчера двух тележурналистов, НТВ и РТР, сегодня, да, и Россия, они не пустили, чтобы они взяли интервью президента Молдовы. О чем мы говорим вообще? И потом мы удивляемся, почему мы получаем такую ответную реакцию. Вы попробуйте поговорить с любой другой страной так, и получите... А это не является вмешательством внутренних дел Республики Молдова, когда в разгар предвыборной кампании приезжают делать какие-то интервью, которые будут там потом показываться, не будут влиять на... Как в разгар предвыборной кампании приезжают дежурналисты со всего света. Вот к нам приезжали, заходили партии социалистов Ай Джазира. Кстати, относительно влияния, вы знаете, да, что находящийся за границей сейчас... Британские телеканалы. ...Григорий Петренко обратился в суд с требованием разъяснить, существует или не существует все-таки влияние Российской Федерации, вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Молдова. Вот Григорий Петренко обратился, пусть он ждет решения суда. Я не очень хочу... Хорошо, давайте тогда... Потому что после того, как он поступил с нами, с депутатами фракции, которые за него подписали гарантии, а он просто наплевал, уехал и теперь сейчас поливает грязью социалистов, отрабатывая чьи-то гранты... А чьи гранты он отрабатывает? Ну, посмотрите, вот уже создали какой-то канал для слива информации. Скорее всего, власть создала этот канал. И там уже появилась переписка, где Григорий Петренко, Ильян Кашу, все, Промулекс, Майя Санду, все они в одной переписке координируют свои действия. Оно уже в Фейсбуке везде есть. Вы показывали, что... Андрей Попов, Умайя Санду, Ильян Кашу, Петренко, Промулекс, большое количество организаций, Сергей Тафилат, все они переписываются друг к другу. Дошло до того, что Григорий Петренко пишет Промулексу или кому-то там одной из неправительственных организаций свод своих предложений, ну, согласно тому скриншоту, не знаю, правда или нет, свод своих предложений, чтобы они включили свой отчет. Ну, человек работает. У него работа такая. Гадит. Ну, я не знаю, какая у него работа. Я о другом. Вы подали в ЦИК 11 жалоб. Больше. 47 за один день. 47 за один день. Я нашла бы на сайте пока 11 жалоб. А что-то и дело, что мы опубликовали их на трех языках, в том числе передали всем западным структурам, потому что на сайте ЦИК они не публикуют. А мы подали 47. Из них 37, по-моему, на Демократическую партию, 10 или 12 на Шора. Я знаете, что хотела уточнить? Да, да. Вот здесь указывается в некоторых жалобах, сейчас мы все обсуждать не будем, но у некоторых написано, что там 6 февраля произошло то-то и то-то, жалоба зарегистрирована 12 февраля. Да. 11 января произошло то-то и то-то, жалоба зарегистрирована тоже 12 февраля. Да, да. Вы не боитесь получить тот же ответ, который получила ПКРМ? То есть, что у вас есть три дня с момента произошедшего, и если вы за три дня не обратились в компетентные органы, то уже мы не имеем права рассматривать эту жалобу. Вы знаете, Молдова и компетентные органы – это немножко два несовместимых понятия в последние годы, потому что прошло 4 года с того, как украли миллиард, а компетентные органы до сих пор не могут понять, кто его украл. Это первое. Второе. Мы это делали в том числе не только для того, чтобы компетентные органы высказались, потому что компетентные органы у нас уже 2 года, судит Илона Шора, приговоренного к 7,5 годам, он до сих пор ходит. И компетентные органы выдали ему компетентную справку, кстати, здесь, в этом здании. Вы слышали про эту справку. Вы так говорите, в этом здании это на другом этаже и другая организация. Мы справки не выдаем. Да, да, да. Поэтому компетентные органы. Мы в том числе, да, мы сделали все по закону, потому что мы привыкли проводить избирательную кампанию по закону. Но мы в том числе перечислили все эти нарушения, для того, чтобы показать международному сообществу, что вот эти ребята, власть демократической партии, пытаются нам показать, что якобы мы что-то используем, президент, или кто-то использует как кого-то. Ребят, вы на избирательную встречу с людьми не ходите без того, чтобы у вас был у любого из кандидатов депутатов примар, претер, начальник управления образования, начальник управления здравоохранения и так далее. Сегодня про ТВ показал сюжет, когда Адриан Канду вытащил всех врачей во время рабочего дня. Люди стояли в коридорах, ждали, не могли зайти. Сегодня это было. Как бюджетники... Вот скажите, я не понимаю, как люди-бюджетники могут после этого даже подумать, не отомстить демократам за то, что их так унижают. Сотни тысяч бюджетников заставляют, а, приходить на встречи, б, агитировать, Загоборич агитирует термоком, на счете за людям, людям пришло счет за тепло, из-за обратных сторон, Габорич. Это не административный лист? Я проверила, у меня такого нет. Я не знаю, чья это квитанция, очевидно, я живу... В том числе, я поэтому, понимаете, они обвиняют нас, они власть... Мне правда... Извините. У кого такая квитанция, принесите, пожалуйста, чтобы я ее увидела. Я вам принесу это. Или, извините, пожалуйста. Они, власть, обвиняют нас, социалистов, в оппозицию, в использовании административного ресурса. Вы понимаете, до чего дошло, до какого бреда? Вот вы напишите, у вас три дня написано. Слушайте. Интерминды, три недели, календаристичи дела, соверши реакцию... У нас три дня, а у людей, у сотен тысяч бюджетников людей, бюджетников, четыре дня, чтобы подумать, и в воскресенье... Слушайте, Мартанин, я вам повторю сейчас то, что я говорила неоднократно в этой студии и другим гостям, в том числе и в рамках программы «Главное», что то, за кого голосовать, каждый человек решает сам. И в кабине никто не увидит, за кого он поставил печать. Еще раз подтвердите это и скажите людям, чтобы понимали, потому что они... Вы понимаете, они вселяют в людях страх. Поэтому говорить мне, что вселяют в людях страх, каждый решает сам. Чего-то бояться, не бояться, а решать. Тот, кто боится, тот принимает другие решения. Кого боятся больше, русских танков или натовских парашютистов, это мне тоже неинтересно. Мне гораздо более интересно, каким образом вы собираетесь менять экономическую ситуацию в стране. Вот у вас есть опыт муниципальный. Очень просто. Вы видели, как сталкиваются фракции, и все, понимая, что необходимо решать проблемы, продолжают тянуть одеяло на себя, кому достанутся лавры, кто кому помешает. Я знаю несколько случаев, когда та или иная фракция не хочет голосовать за выделение участков или еще что-то, только потому что сейчас выборы, и это может быть использовано против них. Или еще что-то. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, как вы планируете менять экономическую ситуацию? Очень просто. Первое, самое главное, нужно меньше воровать. А лучше вообще не воровать. Это первое и самое главное. Демократы хвастаются тем, что они начали повысить то, повысить это и делали это. Но в действительности давайте вспомнить правде в глаза. И все это понимают и знают. Демократы просто забрали у Филата все его схемы в таможне и в ФИСКе, особенно в таможне, и просто часть этих схем пустили в бюджет. Вот они поднялись в поступление в бюджет. Но воровство... Практически они прекратили эти схемы. Они пару схем прекратили и чуть-чуть денег пошло в бюджет. Все. Остальное... Чуть-чуть, не чуть-чуть. Да, но остальное же осталось. Огромное количество муниципальных предприятий, и не только муниципальные предприятия, уходят. Предприятия уходят за бесценок. Автогеррили, автовокзалы ушли. Молтелеком сейчас пытаются быстренько продать. Они пытаются... Молтелеком пытаются продать уже не первые 10 лет. Да, но срочно они приняли решение о том, чтобы вытащить его из непродаваемых предприятий. Недавно. И, кстати, это решение они приняли вместе с решением о том, что даже возможность взимать штрафы с водителя будет теперь... Они хотят передать частной фирме. Все водители, которые нас смотрят. А кто? Какая частная фирма обычно приближенная, выигрывает все концессионные договоры у нас? Аэропорт? Ага. Интересно, кто получит право стричь деньги с каждого водителя? Как вы думаете? Я согласен платить штрафы, если я нарушен, но я не хочу его платить кому-то в карман. Вы считаете, что эти штрафы не будут идти в бюджет? Я не хочу платить его... В любом государстве штрафы платятся в бюджет. Инфраструктура уже построена. Уже кто-то отмыл деньги на этом. Говорили, что это связано с Дарином Ричаном. Говоря про инфраструктуру, вы говорите сейчас о тех камерах, которые установлены... Да, так вот эти камеры, скорее всего, просто возьмут, передадут в управление другой компанией, которая начнет стричь капусту, стричь деньги. То есть у вас такие выражения, и не только у вас. В последнее время кандидатов появляются такие интересные выражения, уже знаете, не то что из разговорного, из какого-то жаргона. Я стараюсь говорить простым языком, чтобы нас понимали на телезрителе. Самым простым... Я, конечно, могу говорить политологическим языком, газетным языком. Давайте говорить... Я простым языком... Вы прекрасно критикуете. Я знаю, я просмотрела вашу страницу в Фейсбуке, не только вашу, но и ваших товарищей по партии. Но мне интересно не только то, кого и за что вы критикуете, но и то, как вы собираетесь менять ситуацию и созидать. Отлично. Расскажите, пожалуйста. Первое. Меньше воровать. Второе. И продолжаю вообще не воровать. Вообще не воровать. Согласен. Но система, она имеет огромный потенциал сопротивления. И мы заметили это в том числе на электронных госзаку в Министерном Совете. Мы... Понимаете, вот вся ситуация. Вот вы говорите, что социалисты плохие, хотят вот только Россию и так далее. Мы не про Европейскую партию либералов, не про Европейскую партию либералов, не про Европейскую партию, Народно-Европейская партия, не либерал-демократы. Мы, социалисты, предложили электронные госзакупки в Министерном Совете, чтобы каждое учреждение, чтобы каждое муниципальное предприятие не проводило тендеры в коридорах с двумя-тремя конвертами от одной и той же компании, чтобы выигрывала та же команда. А чтобы все ходило через интернет, чтобы любая компания с любого конца Молдовы могла зайти и посмотреть. Это понятно. Это понятно. У нас же создается система на национальном уровне. Я помню об этом. Но она не очень-то и работает. Сегодня я показал, что некоторые управления образования, к примеру, Рушкановки, из 136 закупок, которые были в прошлом году, которые по 100 тысяч, по 150, всего лишь 6 провели через официальную систему. А как они расплатились с людьми? Как прошли деньги? Понимаете? До сих пор система очень сильно прогнила. Это первое. Второе. Система юстиции. Без работающих судов, которые работают не по заказу, а по закону, никогда сюда не придут инвесторы большие. Никогда человек, простой гражданин, не сможет найти справедливость. Никогда местный малый бизнес не поднимется, потому что он понимает, что придет какой-то большой бизнес или какой-то большой чиновник, и через суды здесь все это отожмут. В случае, вот наши контркандидаты, контрсоперники из АКУМ, говорят, что они выступают за то, чтобы система джудикатурецка была очищена. И им вчера, я случайно увидел на встрече в Бачо, и их спросили, уважаемый господин Анастасий, все красиво говорите, но как вы скажете, что если у вас в списках есть господин Балан, по-моему, судья, который 5 гектаров земли своим решением просто были украдены, он немножко опешил, начал говорить, но мы все равно, у него дичизи и ревукабил, а последний – да, но я ничего не могу сделать, понимаете? Судебная система – это очень большая проблема. Есть большое количество, есть большое количество молодых судей, те, которые не коррумпированы, но они, я знаю, я разговаривал с несколькими адвокатами, они рассказывают, что, к сожалению, в системе, когда туда попадаешь, на тебя огромнейший прессик с самого начала. На сегодняшний день, к сожалению, адвокат является не человеком, который отстаивает интересы своего подзащитного, а зачастую является посредником между прокурором, судьей и подзащитным, который должен просто решить вопросы финансового урегулирования. Я тут вас вынуждена прервать, потому что я помню, что я обсуждала, в том числе, в 2018 году такой удивительный факт, как забастовку адвокатов, которые требовали, требовали адвокаты именно, чтобы принимались решения в пользу их подчиненных, потому что судьи работают в основном по предложениям прокуроров, да, и очень мало действительно решений в пользу, в частности, да, предварительного ареста или еще чего-то. Адвокаты тоже. Поэтому я не думаю, что мы должны говорить сейчас о адвокатах. Да, да, я не хочу, я не хочу, не, 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 я не говорю плохо об адвокатах, я не хочу обобщать. Я хочу сказать, что в каждой, в каждой профессии, в каждой системе есть люди, которые делают свою работу честно, и есть те, которые еще дополнительные документы. Но, к сожалению, многих адвокатов, я к тому говорю, что их просят, подходят к ним, говорят, давайте, сколько стоит заплатить, чтобы я, и ему приходится, они просят прямо, и приходится идти и подоговариваться. Теперь вопрос о созидании. Я вам скажу очень просто. Партия социалистов, и в том числе и президент, полномочия, которого сильно урезали это большинство, партия социалистов находилась в оппозиции, особенно в муниципальном совете, где, я в двух словах, особенно где была возможность делать какие-то вещи, мы занимались созиданием, понимаете. Я вот, когда, говоря, возвращаясь к моему 51 округу, господина Лаева, который работал господином Филатом, и сейчас он прошел фильтры АКУМ, да, он человек, который на пятом этаже руководил царством троллей, руководил группами в Фейсбуке Филата, и как рассказывают люди, которые работали вместе с ним, или там около него, рассказывали, что каждый раз, когда он говорил какой-то прикольный пост, прикольную картинку, он бежал к Филату, показывал смотреть. Он получал там 40, 45, 50 тысяч, 2, 2,5 тысячи евро. Это доказанный факт о том, что вы точно говорите? Конечно, он признает то, что он работал на такую большую зарплату, якобы, то есть ему платили из европейских грантов, да, но он работал на Филата. Он экономист, он прекрасно понимал, что происходит с Банком Деэкономии, и что происходит что-то не так, потому что мы в 2014 году уже первые протестовали у Банка Национала. И в тем не менее он ничего не сказал, он продолжал с ним работать с Филатом, и даже более того, господин Алайба говорил о том, что с Банком Деэкономии ничего не произойдет, не переживайте, все будет нормально. И через несколько недель он грохнулся, и его закрыли, начали закрывать. К чему я это говорю? В то время, как господин Алайба и Гелецкий, с которыми мои контркандидаты, да, были в правительстве, или там в парламенте, в этом альянсе, мы, социалисты, в том числе и я, каждый на своем уровне, где мог, мы уже соседали. Я в том числе взял с собой отчет, да, то есть мы строили детские площадки, мы помогали работникам детских садов и школ. Работники детских садов, да, в то время, как господин Алайба получал 40 тысяч, получали 1200 лет. И они 10 лет получали так. И не Киртаку, Киртаку было наплевать на то, что работники детских садов получают 1200 лей. И Филату было наплевать, что работники детских садов получают 1200 лей. И Плохотнику, и ГИМПу, всем им было наплевать. Альянсу заявили на интеграцию. И это их была проблема. Они должны были решать такие моменты. Но нет, приходилось социалистам в муниципальном бюджете делать надбавки, да, хоть какие-то, по 50% там. Огромное количество, я просто не хочу перечислять, проездные, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, компенсации и так далее. Это, помимо тех вещей, о которых я говорил, связаны с цифровыми технологиями. Созидать, мы знаем, как создать. К сожалению, у нас не было рычагов на национальном уровне. Мы показали в Кишневе, что мы можем сделать. Понятно, что это не Аргеев, да? Потому что в Аргееве, да, господин Шор... Я просто спрашиваю, кого еще сегодня не вспомнили? Кого не вспомнили? Давайте вспомним. Вы, наверное... Кстати, у вас были кандидаты от господина Шора, от партии Шора? Да, были на дебат. Вы их спрашивали, сколько они денег потратили на Аргеев? Нет, потому что я с кандидатами разговаривала по поводу их участков. Я скажу. Значит, смотрите, они потратили на Аргеев, Шор потратил на Аргеев 40 миллионов леев примерно. Он где-то это говорит. Значит, внимание, делаем маленький подсчет. Украдено 17 миллиардов леев. 40 миллионов леев плюс где-то 10-15 миллионов на социальные магазины и на подарки. Ну, значит, в итоге 50 миллионов. 50 миллионов от 17 миллиардов – это 0,3%. Внимание, вопрос. Где 99,7% денег? Понимаете? Сегодня день такой, знаете, все пишут задачки с неизвестными. Но это, опять же, я подчеркну, это ваши расчеты и ваше видение ситуации. Я буду ждать абсолютно чутко официальной позиции. Я, конечно, не в восторге от многого, что происходит, должна признать. Мягко говоря, не в восторге. Но мне бы, конечно, хотелось, я, по крайней мере, считаю, что одной из частей правового государства является тот факт, чтобы не обвинять человека виновным до решения суда. По крайней мере. Мне так кажется. Хотя есть решение суда первой инстанции. Но в этой части, когда я что-то говорю, я придерживаюсь того первого документа, с которым господин Шор пришел в прокуратуру. То есть, этот его аудиоденонс, где он сам написал о своих действиях. То есть, вот это, наверное, один из немногих случаев, где мы можем, по крайней мере, ссылаться на тот документ, который он написал и подписал собственной рукой. Теперь, что касается... Вы считаете, что Кролл-2 должен быть опубликован? Давно еще? Я думаю, что да. Мы с вами заплатили за него, как налогоплательщики? Заплатили. Почему его не публикуют? Что в нем такого секретного? Нет вопросов. То есть, нет ответов на вопрос, к сожалению. Я очень надеюсь, что все-таки... Неофициальный ответ, устраивает он нас или нет, это второй вопрос. Но есть официальный ответ, что там есть указаны конкретные имена, и решение по этим именам еще не принято. И до момента, пока человек, опять же, не признан обвиняемым, пока не принято решение о том, что это действительно была токсичная схема, в результате которой пострадали граждане Республики Молдова, мы не имеем права публиковать эти имена. Еще раз говорю, что касается господина Шора, он сам подписал документ. Все остальные имена, которые всплывают в той или иной степени до решения суда, мы не можем быть уверены, не увидев все эти документы, не увидев решения суда. Я просто сторонник того, что нельзя строить правовое государство нечестными способами. Согласен. Нельзя людей учить моралью, ведя амбральный образ жизни. Ну и нельзя переносить суд в пять раз под предлогами, что не нашлось русский переводчик, под предлогами, что Шор и его адвокат заболели, и идите вы нафиг, и через полгода, ну кто-то заболел, так заболел, извините. Он может болеть так каждый, еще 10 лет болеть. Понимаете? И вот это издевательство над людьми, что творится с ситуацией с Шором, когда его доводят до выборов специально для того, чтобы он отбирал голоса у кого-то. Я уже не говорю о том уничижительном обращении его с избирателями, с концертами, даже не с концертами, а с... Ну концерта вы и сами проводили. Да, ну мы не предварительную компанию, мы не проводили концерты. Давайте говорить честно. То есть мы, окей. Но то, что он, как он себя ведет сейчас с людьми третьего поколения, у которых действительно пенсии мизерные, а мы-то понимаем, и он тоже не говорит о том, что у него на муниципальном предприятии везде долги. Никто не говорит, что на его телевидении там контракты до 1 марта, что все это Сорос лопнет большим мыльным тазом. И что он скажет тысячам бабушек и дедушек, которых он нам обещал Манну Небесную и Диснейленд и Париж в Кишиневе? Что он скажет? Или если завтра его посадят в Монако, завтра у него суд. Говорят, что завтра у него суд. О судебной системе Республики Молдова не высказался, наверное, только тот, кто, в принципе, еще, не знаю, никогда с ней не столкнулся. Но таких людей мало, к сожалению. У всех есть свои вопросы. В том числе и у меня были какие-то вопросы, которые я тоже говорила, что я была каким-то определенным решением сильно удивлена. Но потом оно было честно исправлено без того, чтобы мне приходилось что-то еще. Но вопросы, касаемыеся введения предвыборной кампании, мне кажется, что все-таки довольно часто используются непозволительно грязные вещи дискриминационного характера. В том числе и сексистские высказывания, в том числе какие-то... Я вижу то же самое в соцсети, я об этом говорила с вашим коллегой Диана Эрнестом Варданяном, о том, что именно в период предвыборной кампании накаляется, и мне кажется, именно политиками создается ситуация, в которой специально вводится вот эта национальная и языковая рознь, которая в обычной жизни не существует. Я очень соглашусь, не соглашусь в том плане, что предвыборные кампании везде, они имеют большой накал, в том числе и в любой государстве, в том числе и в Западе. Вспомните последнюю кампанию Хиллари и Трампа, где Трамп вообще говорил, что она должна сидеть, закройте ее. То есть до сих пор что творится, как СМИ относится к Трампу и так далее. Есть параллели, я ни в коем случае не сравниваю Молдову с Соединенными Штатами или с другими государствами, но интенсивность кампании это одно, но грязные технологии это другое, и к сожалению, да, я это не одобряю. Недавно, опять-таки, на одном из сайтов Демократической партии, приближенной Демпартии, которая целыми днями мочит социалистов и воскаляет демократов, опять появились сбросы, телеграм-каналы, где показываются фотографии, где девушка похожая на мою санду, целуются. Это просто мерзко и грязно. Согласна, мерзко и грязно. Понимаете, и вот такие вещи, или публиковать переговоры с мамой Анастасией, я это тоже абсолютно... Мы об этом уже с вами говорили лет. Вот это да, согласен. Вот такие черные вещи, и я очень надеюсь, что все-таки люди... Я верю в наших людей, я верю, что сотни тысяч бюджетников, которые не поддадутся на шантаж, прессинг, потому что именно на бюджетников, на тех, которые будут на бюджет, опирается сегодняшняя власть. Именно на шантаж, именно на подкуп. И я вообще очень надеюсь, что если мы не хотим, чтобы парламент, следующий парламент... Давайте так, в двух словах, если уже говорить по политическому части. Мы понимаем, что сегодня есть там три силы. Социалисты, демократы и АКУМ. АКУМ, вчера буквально, вице-председатель АКУМ, господин Попшовик, не исключил... Вчера вышла нарезка, не знаю, когда это было, но на ТВ-8 была дебата. Он не исключает, что после прохода в парламент АКУМ распадется на две, а то и на три силы. То есть, партия Санду, Настаси и еще и всякие НГОшники, непрерывственные организации, которых почему-то там причисляет господина Антойка, который был практически во всех партиях. Ну, окей. Господин Антойка, эта ситуация всегда подходит со свойственным ему юмором. За это, значит, отдельный момент. Да. Так вот я к чему говорю. Значит, мы понимаем, что сегодня те политические силы раздроблены. Демократы 15-20% максимум, потом они будут добирать это за счет админресурса, они надеются, что они смогут включить всю свою мощь. Но и остальные партии, там, 20-15% Акумовские. Единственная партия, которая сегодня имеет шанс получить большинство, объективно, плюс-минус, кто-то говорит 40%, кто-то 45%, кто-то 50% и так далее. Это социалисты. Теперь, я считаю, что если вы, там, телезрители, верят в то, что 16-й год, то, каким образом правительство Филиппа было создано, да, большинство, и как вообще было большинство из 19 депутатов, создалось 52, если вы считаете, что это политическая коррупция, это не очень красивая вещь. И если вы не хотите, чтобы это повторилось сразу начиная с 25-го числа, то нельзя ни одного голоса отдавать за любую другую партию, кроме той, которая может получить большинство. Одна ни с кем в коллекции. Потому что мы понимаем, что если зайдут, и ни одна из партий не найдет 50%, мы понимаем, что на второй день начнется политические торги. Мы понимаем, что включится режим, режим, как это оно, биржи, политические биржи, где одна из партий, да, где один из олигархов, да, господин Плохотнюк, начнет использовать свой любимый прием. Господин Вартамин. Кнутая пряника. Уж простите, меня не смолчу. Знаю, что выборы, но разве господин Дадон, говорит госпожа Гречаная, и тогда кто с ними был, госпожа Абрамчук, не уходили из ПКРМ, и не голосовали тогда, не дали те недостающие голоса за господина Тяновкина. Стоп, стоп, стоп. Значит, господин Дадон Гречаная и на тот момент Абрамчук, они ушли из-за того, что у них были большие разногласия с Ворониным. Раз, два, они не ушли в демократическую партию, они начали с нуля поднимать проект партии социалистов, потому что на тот момент у партии социалистов, я это знаю точно, потому что я практически присоединился к партии социалистов через несколько недель, я не был коммунистом, я занимался общественной деятельностью, но я следил, как ситуация развивается. И я знаю, сколько было процентов у партии социалистов. У партии социалистов было 0,4, 0,7. Я помню, когда партия социалистов удвоила результат, когда 0,7 превратилась в 1,4, мы были тогда еще безмерно счастливы. То есть, понимаете, все как в мире относительно. И та титаническая работа, которая проведена всей командой партии социалистов, в том числе, начиная от Додона и заканчивая последним активистом за эти 7 лет, и тот рейтинг, который сегодня мы достигли, это то, в том числе, результат... Искупает все предыдущие. Не искупает, ничего не искупает, просто это результат работы, который люди видят. Все, у нас давайте заканчивать. А то мы с вами так можем... И вы любите поговорить, и я, знаете ли, не против о молдавской политики. Однако, все имеет свою меру, поэтому я вам предлагаю сейчас в течение минуты обратиться напрямую к избирателям. Почему они должны за вас проголосовать и поддержать вас? Да, уважаемые друзья, вне зависимости, где бы вы ни находились, в Кишиневе, в Молдове, в России, в европейской стране, либо в США, либо в Канаде, если вы увидите меня, я призываю проголосовать за меня по одномандатному углу 51-му, если вы находитесь в США и в Канаде, и очевидно, что я предлагаю вам все-таки проголосовать за единственную народную партию, которая все эти годы была рядом с людьми. Да, были проблемы, да, нам не удавалось сделать всего, что мы хотели, но многие вещи нам удалось сделать, даже находясь в оппозиции. Лично я отвечаю за те проекты, которые мы в муниципальном совете продвинули, их огромное количество, и нам удалось это сделать. Мы это сможем сделать на уровне парламента. К сожалению, на сегодняшний день, уважаемые друзья, любой голос не за социалистов, это, очевидно, голос за те партии, которые были власти 10 лет. Если вам нравится то, что происходило, и тот торг, который происходил, пожалуйста, голосуйте за другие партии. Но если вы хотите, чтобы власть полностью поменялась, и все-таки Молдова получила шанс ввести взвешенную политику, где каждый человек имеет внимание со стороны государства, взвешенную социальную политику, где каждый человек, вне зависимости от национальности, а партия социалистов, единственная партия, которая имеет 35, по-моему, 35%, каждый третий и в списке партии социалистов представитель разных национальностей. Вот, если вы хотите голосовать за такое государство, которое поддерживает народно избранного президента, за парламентское большинство, пропрезидентскую партию, и которое поддерживает президента, и позволит ему провести, внести все свои изменения, все свои инициативы, пожалуйста, голосуйте за социалистов, за звезду, это очень легко, и в обоих бюллетенях нужно всего лишь найти звезду. Спасибо большое. И не оставайтесь дома, ни в коем случае, 24 числа. Я вас благодарю за участие в этой программе, но заканчивая программу, я вот только сейчас мне прислали один вопрос, уже вопросы я задавать не буду, так как было ваше обращение, только вам хочу сказать, что и ваши товарищи по партии замечены в медицинских учреждениях в момент работы, когда их люди ждали под дверями. Фотографию с комментарием я вам покажу уже после программы. Это была программа «Кандидат». Сегодня у меня в программе был кандидат от партии социалистов Гая Квартанян, кандидат по 51-му округу и по национальному округу. А я с вами прощаюсь, мы с вами увидимся в четверг в программе «Кандидат на русском языке». Всего хорошего, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова